Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии для вас працует Наталья Игнатенко, доброй ранецы. На Гомельщине подведены выники регистрации кандидатов у депутата и палаты представников Национального схода Республики Беларусь. Находаем, что на Гомельщине у округовой комиссии ответные документы подал 81 человек. При этом 62% жадающих отримать депутатский мандат являются членами политических партий. Прикладнокожный пятый кандидат – Жанчина. На протягу 10 дней округовые комиссии проводили проверку правильности подаденных документов, после чего кандидаты, у которых не было выявлено порушение, отримали ответные посвящения. Из 81 претендентов, подавших документы в окружные избирательные комиссии, на заседании комиссии было зарегистрировано 74 кандидата в депутаты. Из 51 представителя политических партий мандаты за собой сохранили 46 кандидатов от 9 политических партий. В числе 74 кандидатов 14 женщин. Мы надеемся в целом, что предстоящий очень важный динамичный период, который мы все ожидаем с нетерпением, чем эта политическая агитация кандидатов, она будет достаточно интересной, острой и, думаю, продуктивной. У Гомеля отбылся урочистый сход, пример каваны до дня будовника. У областных громадско-культурных центров запросили специалистов, которые не только эффективно працуют на предприемствах Галины, а и добро ведают ситуацию в этой сфере. Будовничный комплекс займае одно из ведущих мест в экономике региона. Сегодня это больше 300 предприемств, на которых працуют около 60 тысяч человек. За почный час у Галинии отбылся значные изменения, накерованные на вращение наибольш проблемных вопросов. У приватности уведена аттестация специалистов и организации, предугледжены додатковые меры отказности забудовщиков. Сгодно с дейвчей концепцией развития будовничного комплекса, основной метой его развития является створение энергоэффективных и ресурсы экономичных, экологично-беспечных будынков, новых конкурентных на внутреннем и внешних рынках материалов, которые по своих якостях не соступают европейским аналогам. Хочу поздравить всех строителей с этим праздником. Я хочу, чтобы они ни в коем случае не усомнились в правильности выбора своей профессии, потому что это почетно, это профессия создателей, и пусть у них сложится хороший год, пусть у них будет, их труд будет востребован, их строительные услуги будут оплачены под достоинством. До инших тем. У вёсты Доброгоща Жлобинского района разгорнулись и нежартовные спрэчки на кунт лёсу мясцовой базовой школы. Технічная экспертиза показала, что будынок аварийный и знаходится у им небеспечна. Вязковцы с заключением экспертов категорично незгодные и мают намер отстоювать родную школу. У невыдуманной истории про соправды цернистый шлях даведов разбиралась наш корреспондент Вероника Ворошилина. Новина об том, что с 1-го века с не наученцами и педагогами Доброгощанской базовой школы треба будет изменять звыклый адрес прописки на новы. У 12 километрах от родной вёстки мясцовые жихары восприняли совсем неоптимистично. Кажут, что в стенах этой установы выросло не одно поколение вязковцев. Районные областные улады, которые хируют сферу адукации, людей запеунивают. Зачинять школу никто не собирался. Технічная экспертиза показала, что будынок аварийный и знаходится у им небеспечна. Дравляные перекрытия даху сносились и могут обрушиться в любой момент. Деталевое обследование будынка школы провели специалисты Белорусского державного университета транспорту. Несутешальные выники экспертизы стали вядомые праздмесяц. В пункте третьем этого отчета сказано, «Здание признано аварийно опасным в связи с тем, что большинство конструкций имеют четвертую и пятую категории технического состояния. И согласно перечень есть пунктов, соответствующих документов, его эксплуатация до восстановления конструкций должна быть запрещена». За маль 60-х годов основания Доброгощанской базовой школы капитального ремонта тут не было. Тому видовочные расколены на потолку мясцовых же хоров уже давно не полохали, як и отсутность туалетов у будинку установы. С заключением эксперты завязковцы неизгодны зарабить ремонт родной школы, и они готовы властными силами. Однако эксперты, разом с процедурниками районных и областных уладов, с упрацовниками МНС и самопедемстанции убылены. Косметичным ремонтам тут не обыстися. И зараз добрые намеры батьков и педагогов за ты могут вернуться троеды, бо придется разыковать здоровьем и житем детей. Наши рекомендации были однозначные полная замена конструкции крыши и кровли. Да, это ремонт, этот ремонт выполним, но данный ремонт может выполняться только в неэксплуатируемом здании. Поэтому в любом случае эксплуатация должна сегодня прекратиться, насколько, на какой период это будут решать те, в чем ведение находится, деньги, материалы, разработка проектно-смертной документации и так далее. Батьки и педагоги наученцев молодших классов пропоновали местовым уладам организовать научальный процесс своих детей у детячем садку, який размещается побыш с Добровощанской базовой школой. Однако и тут есть свои нюансы. Гэта дошкольная установа немая необходимых для эдукационного процесса умов и не может похвалиться належными умовами харчблока. Дарыш и принять у своих стенах новых вушня у педагога уже сёня готовая Папоротнянская середняя школа Жлобинского района, яка размещается у 12 километрах от вёстки Доброгоща. Гэта установа эдукации различена на 318 наученцев, однако зараз она заполнена на вот меньшем наполову. Школьникам тут пропонуют комфортабельные научальные кабинеты с участным обсталяванием, музей патриотичного выхования, просторную столовую, спортивную и актовую залу. Тут створены все умовы, как выховывать у детей, любого доведа, спорта и працы. Создано 15 учебных кабинетов, компьютерный класс, 8 компьютеров, локальная сеть, интернет, химико-биологический класс. В этом году поставлено новое оборудование полностью, электронный микроскоп и каждому ребёнку на парту оборудование для занятий с микроскопами, пробирочки для каждого. Также география, история нового оборудования, и телури, и глобусы. В управлении адукации Гомельского облвыканкама заполнили, как полегшить школьникам неблизкий шлях доведа, будут курсировать два автобусы, які забеспечить свой часовый комфортный подвоз детей. До того ж у Папоротнянской середней школи Жлобинского района готовы организовать группы подожанного дня. Колебаськи выкажут такие пожадания. Месцовые жахары вёски доброгошчам, мягко сказать, покульни и вельми рады новым первотворением. Однако представники районных областных уладов закликают их покинуть эмоции. И у пытания беспеки своих детей корыстаться выклюшно цвя розом розома. Вопросы, связанные с родителями и мнениями, как же будет проходить эти все процессы, мы дали подробное разъяснение родителям для того, чтобы снять обеспокойство. И понимаем это беспокойство родителей. Но в нынешних условиях лучше сделать на опережение те шаги, которые обеспечивают безопасность пребывания детей, которые обеспечивают повышение качества образования и решения всех проблемных задач и вопросов, возникающих в данной ситуации. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадио «Кампания Гомель» с Жлобинского района. Головная задача, якая зараз стоит перед супрацовниками жильево-коммунальной сферы – подрихтовка теплокрыниц до безаваринной работы в осенне-зимовый период. На сегодня уже отриманы больше, как 50% пашпорта уготовности. Об этом, подчас гарача линии, упромым эфиры «Радио Гомель плюс» поведомил наместник генерального директора державного объединения жильево-коммунальная господарка Гомельской области Вячеслав Пархоменко. На угол до личбы у 100% жильево-коммунальная сфера региона повинна выйти 1-го вересня. Уже заменена каля 80 км тепловых путей при заданне на гэты году 114 км. С гэтай мэтай были складены графики и распрацевана программа рамонту, якая на сёння цалком выконывается. Работы у нас по подготовке к зиме ведутся, они в принципе не останавливаются, ведутся с начала года. Где, возможно, проводятся сразу ремонты, где необходима остановка оборудования, то есть это, например, вот как сейчас идут отключения горячей воды, то составлены графики, разработана программа, то есть всё работает в штатном режиме, по плану, и к намеченным срокам мы выйдем готовыми. Про экспорт туристичных послуг и шла размова подчас нарады, и каэт былась у Гомелли. Удельники подвели выники за первое по угодзе, а так само вызначили перспективы на будущее и наметили шляхи вращения проблем, и кейснують у гэтай сферы. Гомельская область займает третье место у республицы по экспорте турпослуг. Наша доля 7% от агульного показчика. По выниках работы у первой по угодзе прогноз по экспорте туристичных послуг выканали 9 районов в области, а так само Гомель. Середняя личба по регионе амаль 90% до узроню минулого года. У грошовым выраженне гэта больше як 3 миллионы 600 тысяч долларов США. Ильвину долю принесла реализация комплексных туристичных послуг. У основным гэта санатории. В серед галонных задач на будущее экспортерам треба рабить упор на оказание не одной конкретной послуги, а целого комплексу, что больше зручно для клиента. Мы хотим сегодняшним совещанием нацелить всех, чтобы мы больше внимания уделили комплексу предоставления услуг, чтобы один турист приезжал, не только платил за ночлег, но мы ему предлагали еще какие-то варианты услуг. Транспорт, приобретение путевок, билетов, музейные наши экспозиции. То есть все то, над чем сегодня у нас есть и над чем сегодня можно поработать. Православные верники на Пиаредо дни ушановали память проподобные манефы Гомельской. У белорусских храмах отбылись святочные набоженствы. Литургию у свято-петропауловским кафедральным соборы Гомеля узначали у митрополит Минский из Ослауски, патриарши экзарху сей Беларуси Павел. 15 архиереус Беларуси, России и Украины собрались осюне у Гомеля, ка поддать зданину памяти гомельской святой манефе. Проподобная изъявляется ярким прикладом для переймания частени святости и справедливости. В образ жизни она была посредницей помеж усявышним и человеком. Проза ее хворам поддавалось здоровье, бедным сутяшенье, а тем, кто смуткуе – радость. Дякуючи ее молитвам, многие вернулись на шлях выратования. Манефа народилась под Гомелем в 1918 году. За свое святое и праведное житё в 2006 году она была приличена до святых. Мощи манефы Гомельской заховываются у свято-петропауловским соборы Гомеля. Сегодня мы пришли почтить память святой преподобной манефы Гомельской. Десятилетие исполнилось с того момента, когда она была причислена к лику святых. Пока еще местно чтимых. Но вот то, что сегодня собралось большое количество архипастерей из Белоруссии, из России, из Украины, это свидетельствует о том, что почитают преподобную манефу Гомельскую не только у нас в Гомеле, не только в Белоруссии, но и в России, в Украине. Вот это очень яркое свидетельство всеобщего почитания. Будем надеяться, что придет время, когда она будет причислена к лику всеправославных святых для всеобщего почитания. Не только деля суместной литургии наведа у Гомель глава Белорусской православной царквы. Часткой его визиту стало открытё мемориального покоя, просвеченного памяти архиепископа Арестарха. И отбылось агэта укрыптя хрысиянского храма. Таким чином, последовники выказали удячность незабовному пастыру за всё тое, что он зарабил для Гомельской епархии у целым, особенно в годы коммунистичных ганиньев. А потом было освящение поклонного крыжа на территории собора. Нехай он служить упрыгожванем и счетом для Гомеля, его людей, с поколения в поколение, на шматлики и добрые годы. Дорогие братья и сестры, я спешу сегодня всех поздравить с большим событием, с праздником Днём памяти преподобного Манифы Гомельской, которая проживала на нашей Гомельской земле, которая в годы ганений была тем светочем для верующих. Приходящие всегда к ней уходили с глубоким духовным наслаждением. Людмила Чарнецкая, Олеса Рудзянкова, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель. Игэтым сюжетом мы завершаем наш раннешний выпуск. У студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жыдаем вам плённого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин